Новый отопительный сезон неотвратимо приближается. Он обострил вопрос о доступности энергоресурсов для латвийского потребителя и опять показал неспособность власти решать этот критический вопрос. Это особенно ясно показали путанные заявления власти о доступности газа. Вдумайтесь, в то время, как Латвии принадлежит критически важной инфраструктуре газа для всего Балтийского региона и Чуканское газохранилище, наша немощная, безответственная и некомпетентная власть так и не добилась от соседей четких договоренностей о поставках газа. В результате этой безответственности Латвия оказалась лицом к лицу со своей зависимостью от поставок российского газа. Это привело не только к огромным рискам для отопительного хозяйства Латвии, но и приведет к тяжелейшему финансовому времени латвийского общества, поскольку из-за беспомощности нашей власти вскоре неизбежно последуют отчаянные попытки перекупить у торговцев из других стран закачанный венчукансый газ, о чем пока умалчивают. Сначала мы слышали смелые и обнадеживающие обещания. Министр экономики бодро сообщила, что мы откажемся от российского газа и вместо этого переориентируемся на доставке из клапецкого терминала жиженного газа. Только министр почему-то забыла, что до конца этого года ни у одной латвийской компании нет договора с клапецким терминалом жиженного газа. И это было известно уже весной, 25 мая. Не верится, что министр экономики может быть настолько некомпетентной, чтобы не знать реальной ситуации. Ну ладно, предположим, что с клапецким терминалом запутались в показаниях. Но вопрос, как будем отапливать Латвию в этом сезоне, никуда не делся. Под руководством национального объединения Латвия закупит и закачает газ из России? Как не скрывай, но фактически так и происходило. Публичные данные газового оператора Connexus показывают, что в то время, когда министр экономики делал свои воинственные заявления, венчуканцы полным ходом качали газ из России. Иронично, но получается, что план национального объединения заключается в обеспечении энергетической безопасности Латвии, сделав ее зависимой от страны, которой те же самые националы предложили признать террористическим государством, даже не являясь экспертом психоанализа. Это вряд ли назовешь иначе, чем политической шизофренией. Газ венчуканце будет, но министр была вынуждена признать. Нет гарантии, что этот газ будет продан именно нам, потому что на свободном рынке приобрести его смогут и другие желающие. Что делать? Вслух это не признают, но как только вы услышите от министра экономики, что необходимый нам газ Латвия может купить и у других продавцов на вторичном рынке, это будет означать, что аукцион на закачанный венчуканцы газ начался. Газ будут питаться перекупить у продавцов из других стран. По какой цене? Да какая разница? Не хотите замерзнуть? Платите. Близятся выборы, и власть делает все, чтобы скрыть очевидное. У нее нет плана преодоления грядущего кризиса. Их план – скрыть правду от латвийского общества до 1 октября. Лишь бы латвийский избиратель не успел понять, что его очередной раз подурачили. Народ, проснись! Если страной будут править те, кто уже доказал свою недееспособность, а сейчас вообще не понимает, что делать, расплачиваться за это придется долгие годы, а не только нынешней зимой. Если ставишь эту клику власти, они снова наобещают тебе стрекорова и снова обманут. Оплатить за все это будешь ты. Поэтому надо идти на выборы. Меня зовут Ивар Заринч, и я выступаю за справедливую и ответственную политику. И за тепло в каждом доме.